Специалисты космической отрасли в Соединенных Штатах ломают голову, что могло стать причиной серьезной аварии уже второй за неделю. На сей раз в Калифорнии во время испытаний взорвался частный суборбитальный корабль, который по плану уже через несколько месяцев должен был свозить на орбиту первых туристов. Среди них, к слову, немало голливудских звезд. Но путешествие, если не отменяется, то, по крайней мере, откладывается и, возможно, надолго. Учитывая, что на днях агентство НАСА лишилось космического грузовика, который должен был лететь к МКС, это весомая потеря и огромный удар по репутации. Из США Анатолий Лазарев. Это был далеко не первый испытательный полет частного космического корабля «Спейсшип-2». Новым было топливо. Раньше использовали смесь на основе каучука, теперь на основе пластика, что должно было увеличить производительность двигателей. Почему произошла трагедия? Говорить еще рано, но не исключено, что причина кроется именно в топливных баках. Старт произошел в 9.20 утра. В 10.10 «Спейсшип-2» отделился от ракеты-носителя. Через две минуты стало известно о неполадках. На борту было двое пилотов. Один успел катапультироваться, второй – нет. Я облетел место падения. Это большая территория. Космический корабль разбился на несколько фрагментов. Один пилот погиб на месте. Второго доставили в госпиталь военно-морских сил в тяжелом состоянии. Суборбитальный частно-космический корабль «Спейсшип-2» был разработан с единственной целью – возить туристов. Его поднимал в воздух специальный самолет. На высоте 20 километров челнок отделялся, включал собственные двигатели и достигал нижней границы космоса, примерно 100 километров над Землей. Пассажиры, а их на борту могло быть 6 человек, несколько минут наслаждались невесомостью. Для этого весь проект и затевался. Один билет стоит 200 тысяч долларов. В очереди сейчас 800 человек, в том числе звезды Голливуда Анжелина Джоли и Леонардо Ди Каприо, а также несколько россиян. Космос суров, и сегодня был трудный день. Мы поможем расследованию выяснить, что произошло сегодня, и продолжим работу. Будущее складывается из таких дней, как сейчас. Идейный вдохновитель проекта стоимостью в полмиллиарда долларов британец Ричард Брэнсон пока отступать не намерен. Я мечтал полететь в космос с того дня, как еще мальчиком увидел, что человек долетел до Луны. И вот мы собираемся запустить первый в мире коммерческий космический корабль. Это уже второе космическое ЧП в США на этой неделе. В среду, через 6 секунд после старта, взорвалась грузовая ракета «Антарис». Пострадавших не было, кроме репутации американской космонавтики. Ведь незадолго до этого Вашингтон принял политически мотивированное решение отказаться от услуг Роскосмоса. В штаб-квартире НАСА ставку сделали на частные космические корабли. В сентябре заключили контракты с двумя компаниями почти на 7 миллиардов долларов. Тогда громко заявили, что к 2017 году с монополией России в космосе будет покончено. Теперь в США приостановлены все полеты подобных ракет на неопределенный срок. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой. Первый канал. Вашингтон.